очень вкусно вы знаете я обожаю супы всегда готовлю с удовольствием и мне кажется возможно я не прав а может быть и прав сам для себя то я прав в любом случае мне кажется что супы у меня получаются вкуснее всего потому что я готовлю с каким-то особым рвением вот например вот например суп фуба вьетнамский да вот кто пробовал наверняка знает что он безумно вкусный конечно все азиаты добавляют туда глютамат натрия но не только азиаты вообще в ресторанах везде добавляют повсеместно не во всех конечно но в некоторых добавляют я люблю когда суп сам по себе вкусный без блюда модно 3 и вот эти вот заправочные супы рассольник борщ солянка щи такое достояние вот готовьте их почаще приготовьте вкусные какие-нибудь вещи таки я например каждый раз когда что-то вкусно приготовлю им мне так хорошо я думаю как же замечательно когда ты умеешь вкусно готовить хотя бы даже для самого себя я вот например в детстве так как жил в деревне ел мало вкусной еды большой хозяйстве мама все быстро делала говорил на все успеть успеть какой-то не до еды поэтому я оценил например какие-то мелкие такие вкрапления на покос с папкой пойдешь вот казалось бы стала просто сало свиной соленая да если его на палку одеть и на костре пожарить она становится в 10 раз вкуснее в 100 даже наверное раз вкуснее вот вы знаете все же на были дети детьми и люди которые жили в деревне они вот этих вот радости не знали костра там какого-нибудь печеной картошки в углях я каждый раз вспоминаю думаю вот если бы этого не было может быть я не стал бы поваром меня бы вкусно кормили я жил бы и занимался какими-то другими делами а так видите я повар сам себе готовлю вкусную еду а заодно и вам даже остроты в меру хотя я вот новый год встречал в таиланде многие говорят тайская еда острая острая не знаю что там острова нету я вначале опасался потом на вопрос тайского официанта вам какой остроту я говорил как вам давай и они приносили довольно острые блюда я как любитель острова прямо комфортно себя ощущал а еще люблю когда можно поесть одним блюдом чтобы здесь было много ингредиентов но тот же момент например если мы говорим про суп то не должно быть слишком густо например вьетнамцы я с ними разговаривал которую надеюсь москве вот делают фобо и так далее они говорят для нас самое главное гуще допустим суп большой такой тазик тебе приносит он играет для нас гуще мы гущу палочками выловили ложкой бульончик похлебали или прямо из чашки попили они до конца не доедают но не бульон оставляют а мы наоборот русские нам жиденького чем похлебать такого кисленького соленького вкусно и русские которые едят например тот же вьетнамский суп они сначала бы всю жижку выхлебуют а потом у них места не остается в желудке они как бы гуще уже остатки оставляют поэтому я например как человек с пытливым умом могу даже наблюдать вот посмотрю вот это ел вьетнамец жижка осталось гуще все исчезла а вот это наоборот русский жижики нету осталась лапша но русские еще и мясо оттуда вылавливают остается только лапша и как бы то что не нужно ему тесто типа то что крадет место в желудке но при всем при этом например те же вьетнамцы суп с лапшой еще едят с хлебом как русские пельмени едят с хлебом до в тарелке с пельменями мясо столько же сколько и тесто вот так по чесноку в ресторане примерно ну там на пельмешка сколько получается там 10 граммов теста и 12 граммов мяса ну хорошо на 20 процентов больше но почти один к одному и еще и хлебом замочить все это и большинство людей вот сколько я работаю в ресторанах я всегда смотрю продажи когда консультирую ресторан мне интересно сколько людей от пельменей с бульоном а сколько людей без бульона с бульоном очень мало едят потому что все почему-то привыкли из пельменей без бульона добавляют туда масло сливочное бывает уксус добавляют сметана это вообще без без сметаны вообще никто не ест и все это едят с хлебом я хлеб не очень люблю потому что считаю что кроме хлеба еще может быть куча всего вкусного что можно забить к себе в желудок а не только например какой-нибудь хлеб который потом набухнет у вас еще будет желудка такая каша хлебная но это на вкус и цвет понятно что споров может быть много самое главное что вот вы когда просите ешь я подумал почему бы вот просто не поесть и ничего не такое интересное вам рассказать можно же когда-нибудь не готовить почему должен себя готовить 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 я так все время готовлю безусловно я люблю это делать но сегодня хотел просто поесть и рассказать несколько своих мыслей в этом ролике я просто хотел поесть тоже голодный вот вот я вот момент время голодный вот и вернее я уже доел и сытый сытый довольный то что я ел вы увидите в следующем ролике можете в этом дизлайка понаставить комментов каких-нибудь грубых каких-нибудь пошлых вообще любые комменты напишите меня всегда умиляет вы пишите комменты классные я их с удовольствием читаю пишите комменты матершинные я думаю что вот у человека в жизни произошло наверное он чем-то недоволен раз такой комментарий написал поэтому все что вы пишете я всему рад поэтому как говорится приятного аппетита и до новых встреч у нас и 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